МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По широкой степи гуляет ветер. Словно морские волны колышутся перья ковыля, гнутся упругие стебли. Утреннее солнце серебром окрасило поле. Земля будто седая. Слышится лошадиный храп, лязг стали о сталь. Топчут кони ковыль. Будто скошенные падают на землю войны. Бьются смертным боем люди над седым ковылем. Идет битва Куликовская. Вершится судьба народа русского. Так представляется одно из главных сражений в истории России. Но приезжая на место битвы, мы не находим ни широкого ковыльного поля, на котором разыгралось великое сражение, ни густой дубравы, спрятавшей целый полк. Сегодня место битвы похоже на сотни других. Распаханные поля, лесополосы, грунтовые дороги. Типичный для центральной европейской полосы пейзаж. Что же случилось с легендарным полем битвы? Где ковыльная степь? Надо сказать о том, что действительно тот ландшафт, который мы имеем на сегодня, на Куликовом поле, конечно, ни в коей мере не соответствует тому, что действительно существовало тогда, когда действительно русские воины пришли туда, за Доной Непряной, биться с орденцами Мамая. Вплоть до 60-го года, в 16-го века территории были пустынные. И только с этой крепости Епифань начинается снова постепенно, постепенно освоение этих территорий. С большим трудом, с принуждением со стороны государства, вот эти окраины территории в Доной начинают заселяться русскими казаками, крестьянами, начинают обрабатываться, так сказать, открытые степные черноземные участки почвы, потому что главным, зачем шло русское население на эту территорию, это было, конечно же, хлебопашество, это был хлеб. А что, если так было всегда? Жили люди, пахали, сеяли, и никаких ковыльных степей не было и в помине. К хронологическому срезу Куликовской битвы предшествовала длительная, очень сложная и разноплановая картина хозяйства освоения этой территории древнерусским населением. То есть в конце XII века впервые, так сказать, начинает формироваться система поселений, переселенцев с более северных территорий, исконно русских территорий, поскольку урожаи на нетронутых церквиных почвах были высокими, и это было главное богатство в средневековую эпоху. Но вот такое поступательное, очень энергичное, динамичное развитие этой территории, система поселений, оно было прервано Батыевым нашествием. Когда русская рать пришла на Куликово поле, она уже пришла практически в тот же исторический природный ландшафт, который существовал в самые далекие времена. Поскольку русское население покинуло эту территорию, то ковыльная степь начала восстанавливаться на пахотных землях, вырубки лесные начинают опять восстанавливаться, зарастать лесом, то есть природа начинала восстанавливать сама себя, и поэтому действительно, как бы, во многом русские воины увидели своими глазами поле, практически в первозданном виде, и уже сражались, естественно, по колено в ковыле. Итак, пахотных полей не было. Но что тут росло? Чтобы узнать это, были проведены масштабные почвенные исследования. В течение почти 15 лет каждый год выкапывалось огромное количество разрезов. В итоге их значительно больше тысячи, этих почвенных разрезов, которых мы определяли, где нормальный степной чернозем, где серая лесная почва, ну и также переходные почвы. Дело в том, что после того, как лес сводится, на нем часто поселяется такая луговая степь, и лесная почва начинает превращаться в чернозем. Вверх как бы очерноземливается, а в нижней части-то следы серой лесной почвы сохраняются. Поэтому приходилось копать и глубоко, и много делать разрезов. Собрав весь полевой материал и используя данные лабораторных исследований, ученые получили карту. Благодаря современным технологиям они смогли заглянуть в прошлое и узнать, как выглядело Куликово поле в далеком 1380 году. Было принято судьбоносное решение – историческому ландшафту быть. Сотрудники музея взялись за сложное и кропотливое дело – восстановление природы исторического памятника. Идея заниматься воссозданием, восстановлением исторического ландшафта родилась одновременно с созданием музея-заповедника. Именно музей-заповедника, обладающего территорией, и предначертано вести эти работы. Просто учреждение культуры, музей, обладает, как правило, незначительными земельными участками, только исключительно вокруг каких-то строений. А вот наша же задача, задача музея-заповедника, изначально его концепция была отражена – это именно изучение, сохранение и восстановление исторического ландшафта на период битвы на месте Куликовского сражения. Поэтому, собственно, первые шаги были сделаны одновременно с получением первых земельных участков, как на заре, становления нашего музея-заповедника. Это 1997 год. Это послужило началом грандиозной деятельности по восстановлению леса и степи времен сражения. Такая работа не имеет аналогов в мировой науке и практике музейного и природоохранного дела. В рамках исследования степи сотрудниками музея был создан коллекционный участок. Здесь собрано более 80 видов редких дикорастущих трав. Посещая коллекционный участок, можно познакомиться с видовым составом степей, получить информацию об экологии, биологии и фенологии степных и лесных растений. Так что же представляет собой лесостепь Куликова поля? Есть, конечно, три взгляда на лесостепь. Прежде всего, самое главное, что лесостепь – это как оригинальное образование, возникшее одновременно, тогда, когда возникали леса и степи. И в этой ситуации, как оригинальное образование, это тип экосистемы, где органично сочетаются на водоразделах травяные сообщества, а в местах, в которых возможен рост леса, встречаются в основном широколистиные леса, это в европейской части, а в азиатской части лесостепи лиственные леса, березовые или осиновые, и даже лиственичные леса, это у нас в Байкале и на юге Сибири. Это одна версия. Вторая версия, которой придерживаются очень многие ботаники, это то, что лесостепь – это краевая зона степи, где лес пытается оккупировать свободные места, не занятые луговыми степями, и в итоге мы имеем степную зону с такой каймой леса. И третья версия, наоборот, это что лесостепь – это элемент лесной зоны, а степь, так или иначе, пользуясь разными, в основном климатическими поддержками, более жаркими периодами, она наступает на лес и в итоге формирует такую пограничную полосу. Но главное во всех трех версиях – это то, что это полоса, где степи сочетаются с лесами. В степи произрастает множество трав. Пожалуй, самой яркой из них является ковыль. Но что это за растение и почему оно так радует глаз? Ковыль является главным идентификатором степных сообществ. То есть там, где растет ковыль, там, считается, существуют степи. На территории Тульской области, на территории Куликового поля встречается в естественных степных сообществах четыре вида ковыля. Это ковыль перистый, ковыль красивейший, ковыль волосовидный и ковыль узколесный. Каждый из них имеет свои определенные сроки цветения, которые чаще всего приходятся на начало-середину июня. Являются очень красивыми, очень заманчивыми видами растений, потому что шикарными серебристыми волнами среди зелени и разнотравья они колышутся на протяжении двух-трех недель. Большинство степных растений, включая ковыль, имеют специфические приспособления для того, чтобы существовать. В этих открытых пространствах существуют сильные ветра, чаще всего летом дуют, поэтому большинство растений приспособилось, например, для распространения семян. У ковыля, то, что вы видите, на самом деле это не его цвет, это его семечко, к которому крепится специальное такое приспособление, которое называется ость. Ость покрывается вот таким вот легким серебристым пушком. С помощью вот такого приспособления семена ковыля имеют возможность с помощью ветра разлетаться на огромные пространства. Ну и таким образом происходит их расселение. Кроме того, у ковыля, у самого семечка ковыля, которая находится на кончике этой ости, оно очень острое, поэтому в естественных условиях чаще всего эта семечка прикалывалась к шерсти копытных животных, которые в свое время были в большом изобилии в степных ландшафтах. И с помощью, опять же, вот такого своего острого конца они имели возможность распространяться на большие расстояния уже с помощью животных. После человеческой деятельности остается так называемый агроландшафт, для которого характерны совершенно иные растения. Не хватает некоторых видов фоновых растений. Надо сказать, что те же злаки, которые среди злаков, которые сейчас преобладают, все-таки это не тот набор видов, которые доминировали раньше. Тут не хватает и ковылей, бромопсисы, это костры, их заменяют часто. Переи и веники, которые, в общем-то, скорее это наследие или аграрного, или лесной фазы какой-то. Истощение черноземов тоже привело к тому, что выпали те некоторые виды, которые бы на богатых почвах спокойно бы себя чувствовали хорошо. Значит, сейчас мы имеем дело с агроландшафтом. Агроландшафт. Разновидность ландшафта, растительность которого на подавляющей части территории заменена сельхозугодиями. Термин иногда употребляется как синоним сельской местности. Зачастую природа сама залечивает раны, нанесенные человеком. Для того, чтобы ускорить процесс восстановления таких участков, работники музея ежегодно вносят в почву более 300 килограммов семян ковыля и других степных трав. Каждую осень их тщательно собирают на специально отведенных полях. После надлежащей обработки семена сушат и бережно хранят до самой посадки. К сожалению, таких самовосстанавливающихся участков на поле немного. Как же быть там, где человеческая деятельность велась совсем недавно? А на залежах проявилась такая очень серьезная проблема образовалась. То, что они никак не могут без участия человека перейти в стадию восстановления степной растительности на водоразделах. Почему? Происходит некоторое блокирование самовосстановления процесса. Это связано или с недостатком семян растений лугово-степных, это связано и с тем, что очень много появилось видов инвазийных, очень агрессивных, которые занимают вот эти залежи. Мы называем это сорно-бурьянным комплексом. Инвазионные виды, чужеродные, заносные виды флоры и фауны, проявляющие тенденцию к активному расселению, которые наносят или могут нанести урон окружающей среде или здоровью человека. И они в течение чуть ли не десятилетий не пускают туда степные растения, в аборигенную флору. И третье, то, что никак растительность на этих залежках не перейдет в фазу так называемой срединной стадии длиннокорневищных злаков, когда уже следующий этап это как раз образование таких комплексных степных растений. На протяжении нескольких лет мимолетные успехи сменялись полными неудачами. Луговые травы на корню забивали своих степных собратьев. Никто не хотел уступать место под солнцем. Казалось, амбициозный проект по восстановлению исторического ландшафта ждет провал. Наконец, после целого ряда экспериментов известным специалистам в деле восстановления степных сообществ Даниловым был предложен свой метод. Уже тогда возникла идея того, что можно это делать несколькими способами. Просто используя семенную смесь, мы называли это сено-семенной трухой. Это то, что остается после сенокоса позднего в степи, собирается, обмолот проводится и примерно исходя из нормы 10 килограммов, 15-20 килограммов на гектар больше, высевается вручную и каким-то образом осенью заделывается это в почву. Вот мы использовали лошадей, но в принципе это можно закатывать тракторами или просто ходить. Второй способ, который тоже очень активно пропагандировался и очень понравился доктору Данилову, это связанный с использованием разного разноразмерных фрагментов дерна степной растительности, которые в шахматном порядке выкладываются на поверхности бывшей пашни или залежи на ранней стадии становления. И приживаемость такого дерна очень высокая, а задернение открытой почвы между ячейками дерна достаточно быстрое. И третья группа приемов степной флоры растительности, ковылей в том числе, это посев в рядах разных видов растений. Это в значительной степени активно поддерживалось Данилову, потому что он понимал, что есть такое явление в ботанике взаимовлияние растений друг на друга. И часто одно растение не может развиваться без влияния других. Благодаря обширным агротехническим работам удалось восстановить более 60 гектаров степей. Но не только степное разнотравие требует пристального внимания ученых. Во времена битвы леса занимали значительные пространства Куликово поле. Вспомним, что легендарная зеленая дубрава с легкостью скрыла своими ветвями целый полк. Однако за каких-то 600 лет территория лишилась почти всех лесных насаждений. По подсчетам ученых до нас дошли лишь 2% былого великолепия. По определению лес это более или менее значительное пространство заросшее деревьями, а также вся растительность покрывающая почву между ними, состоящая из кустарников, трав, папоротников, грибов и так далее. Типов лесов невероятное множество и у каждого свои особенности. Остепненные дубравы отличаются от естественных дубрав, расположенных в северне зоны лесостепи, то есть в лесной зоне, своим, прежде всего, строением. Они чаще всего содержат не такой густой кустарниковый ярус. Весь кустарниковый ярус в этих дубравах сосредоточен в основном по опушкам. И иногда он может достигать нескольких сот метров. Чаще всего эти опушечные виды составляют типично степные кустарники. Терн, степная вишня, спирея, кизильники и так далее. Сами дубравы являются разреженными. За счет своей разреженности их называют еще осветленными дубравами. Еще их отличительной чертой является то, что в травяном составе, особенно при опушечной части, содержится ряд степных растений, того, чего вы не встретите в любом другом широколиственном или смешанно широколиственном лесу. Для того, чтобы вырастить лес, необходимо начать с посадки деревьев. Но что делать, если площади измеряются гектарами? На выручку приходят специальные машины. Очень большую помощь в этом деле оказывает механизированная подготовка. То есть это вспашка рядов, когда вот эта великолепная степная дернина все-таки разрыхляется плугом каким-то механическим способом. И это очень сильно, конечно, облегчает задачу. Это, конечно, очень сильно не только облегчает саму посадку, но и последующие уходы, потому что все-таки задернение меньше в этих бороздах и последующим этих не очень больших саженцев меньше конкуренции с травой. До свет, воду. Механизированный способ посадки широколиственных пород деревьев используется в основном на плоских поверхностях. Сегодня этим способом посажены около 20 гектар леса в районе легендарной зеленой дубравы и около 5 гектар в районе балки рыбий верх. Из-за особенностей рельефа техника может пройти не везде. На особо сложных участках приходится целиком полагаться на силы человека. Первые годы просто лопату мы сажали, а последние годы народ стал привозить мечи колесовая специальное орудие лесников заостренный меч действительно вонзается в почву и путем раскачивания там появляется такая лунка куда корни саженца вставляются и прижимаются. В общем-то это при таких массовых посадках довольно эффективно. К настоящему времени посажено более 10 гектар широколиственных лесных пород по балкам смолки в районе Зеленой Дубравы в районе Хворостянки. Мало посадить саженцы. Необходимо их оберегать от вредителей, пожаров и прочих бед. В 2008 году произошел большой пожар весной, когда выгорела значительная часть посаженных в 2005-2006 году посадок в районе Зеленой Дубравы. Большинство деревьев около половины площади было полностью уничтожено огнем. Значительная часть лесных насаждений была повреждена огнем. В этой связи нам пришлось провести большую работу по восстановлению утраченных в результате пожара посадок Зеленой Дубравы. Сегодня восстановлено более 35 гектаров леса. Саженцы широколиственных пород дуба, клёна, липы, ясеня высажены на месте Зеленой Дубравы. Деревья растут очень медленно. Когда они поднимутся на необходимую высоту, можно будет высаживать растения под леска. Шаг за шагом посадки приобретут вид лесов. Со временем кроны зашумят птичьим гомоном, а среди стволов можно будет увидеть силуэты осторожных зверей. Восстановление ландшафта это долгий и сложный процесс. Упорством и трудом работники музея исправляют следы шестивековой деятельности человека. Благодаря их усилиям мы своими глазами сможем увидеть Куликово поле так, как видели его наши предки во времена битвы. Все опыты, я их много видел в Куликовом поле, все можно считать достаточно успешными. Так или иначе, если они не успешны в отношении ковыля, то успешны в отношении степного разнотравия. Если успешны в отношении ковыля, то какие-то еще дополнительные эффекты возникают в отношении других видов степных растений. могут м иначе, потому что в м вы м Продолжение следует...